Приветствую Александр! О, привет! Часто наши телезрители задают вопросы, и один из основных вопросов, какие автомобили к нам поступают и с какими проблемами. Так как мы занимаемся ремонтом корейских автомобилей уже более 10 лет, у нас накопилась некая статистика по ремонту. Давай пройдемся вкратце и расскажем, какие из чем приезжают. Ну, давай сейчас, без проблем, пока покажем. Ну, в принципе, давай начнем вот, наверное, с одного из наших самого частого гостя. Автомобиль Hyundai Grand Starks с дизельным двигателем 2,5 турбодизель D4CB. Обращаются, слушай, ну, на самом деле, по многим причинам. Вот, допустим, данный автомобиль, да, клиент приехал к нам с проблемой, подъедает масло. Двигатель здесь капиталился, капиталился не в нашем сервисе. Мы так, только со слов клиента, понимаем, что какие работы делались, да, но вот сейчас вот пытаемся разобраться. Алексей, механик, сейчас приступил. Сейчас будем смотреть, во-первых, наличие картерных газов, повышенных, посмотрим состояние турбины, наличие наружных течений, ну, самое основное, где масло у нас может уходить. Только машина подъехала, сейчас вначале сделаем наружный осмотр, да, основных болезненных точек. Потом обязательно померяем давление масла, потому что пока история темная. Разбираться с проблемными двигателями, особенно когда их делали в стороннем сервисе, это всегда очень тяжело, очень такой кропотливый труд. Надо очень много мелочей проверить, которые могут навести уже на результат нас. Поэтому вот сейчас будем, это, скорее всего, тоже не пять минут. Но потом, я думаю, что какую-то информацию мы сможем уже дать клиенту. А еще такой вопрос. В целом, на каких пробегах и какие неисправности? Вот конкретно по Гранд Старексу? Слушай, ну, вот смотри, допустим, ну, постоянная болячка с тормозами, да, у них. Если мы берем ходовую часть тормозную, тормоза требуют регулярного обслуживания, так что закисание направляющих, вот даже буквально если в сезон отъездили, не залазили, не обслуживали тормоза, уже могут возникнуть проблемы. Тут даже неважно, какой пробег. Постоянно, ну, автомобиль тяжелый, поэтому постоянно также с ходовой частью. Силентблоки на передних рычагах быстро устают, ну, там 50-60 тысяч, в принципе, больше они уже не живут. Стойки стабилизатора вылетают тоже как расходник. Касаемо двигателя, здесь уже по-разному, потому что пробеги у них уже у всех, вот вы, достаточно большие. Ну, допустим, к нам они уже приезжают, грубо говоря, к сеток за 200-300 тысяч пробега, и то, это то, что мы можем отследить на спидометре. По факту, это там третий, четвертый, пятый владелец автомобилей, и понятно, что пробеги у них уже далеко не родные. Ну, есть у нас пару клиентов, которые приезжают, еще у них автомобиль в одних руках, там пробеги никто не скручивал, это вот машина где-то 10-11 года, насколько я помню, и на спидометрах у них уже у одного клиента где-то 700 плюс тысяч пробега, у другого уже ближе к миллиону. И вот, правда, там бережное, очень бережное, на самом деле, отношение к автомобилю было. Вот у них еще двигателя даже без капиталки. Там было у них замены головок, да, головки уже столько не отходили, но блоки у них не капиталились. Ну, а если на машину забить и относиться чисто потребительски, вовремя не меняя массы, не выполняя ТОшку и просто ее насиловать, люди там, ну, 300-350 тысяч, допустим, катают, двигателя заканчиваются. Потому что не меняя шайбы, соответственно, на евро-четвертых моторах, постоянно забиваются маслоприемники, насосы выходят из строя, проворачивают вкладыши. Турбины здесь, ну, если это оригинальная турбина, ну, она где-то 200 тысяч точно может вам отходить, если вы своевременно меняете масло. Если же турбина не оригинальная, здесь зависит от производителя. То есть там кто-то 50 тысяч накатывает, кто-то 100-150, тоже статистика разнится, потому что производители разные, качество деталей разного. Ну, в общем-то, кто бы что ни говорил, автомобиль достаточно надежный. Единственный момент это по обслуживанию. Как обслуживаешь? Полностью с тобой согласен. Многие их плюются от этих автомобилей, говорят, вот он постоянно сыпется. Ну, давай не забывай тот момент, что человек его купил на вторичном рынке, был уже из там по третьего-четвертого владельца. При покупке, понятно, что там была произведена какая-то косметика, да, они думали, что все, автомобиль что-то не в идеальном состоянии. По факту это далеко не так, скорее всего. И там спустя там 20-30 тысяч пробега, эксплуатации, у него начинают вылезать болячки. И человек думает, блин, вот такой вот, мягко говоря, не очень хороший автомобиль. Но вот если реально понятно, что ты берешь автомобиль, покупая его, надо быть готовым к каким-то вложениям. Если в него вложиться, довести его до ума и потом своевременно и качественно его обслуживать, на самом деле автомобиль может прослужить верой и правдой очень долго, потому что реально они, эти движки, ресурсы у них заложены изначально достаточно приличные. Ну, вот как я уже повторюсь, как я говорил, что под миллион человек отъездил без капитального ремонта. Современно меняем масло. Ну, вот Евро-4 работает мягенько, да? Смотри, что не дает звуков, не широкая форсуночка. Вот типичный представитель еще. Да. Можно сказать, даже это второй по популярности в ремонте автомобиль. Да, здесь, смотри, эта машинка у нас уже готова. Здесь был ремонт топливной системы. Ввиду того, что, к сожалению, от времени бак уже начал сгнивать, ржавчина пошла уже практически сквозная. И, попадая в топливную систему, у нас произошел выход из строя ТНВД топливных форсунок. Сейчас уже он стоит готовый, ждет своего владельца. Четыре форсунки были заменены, ТНВД установлен новый. Поставили новый топливный бак, промыли полностью топливную систему, проверили. Все, сейчас человеку еще на очень долгий срок хватит эксплуатации. Несмотря на год, в принципе, автомобили до предолженной эксплуатации еще остаются крепкими. Вот еще один наш типичный автомобиль. Постоянный клиент. Да, можно так сказать. Hyundai Santa Fe. Ну, здесь, смотри, клиент приехал с тоже там ворохом проблем. Течь масла двигателя. Двигатель у него здесь дизельный. 2.2 D4 EB. Еще ременной. Ну, здесь в операции есть, так сказать, течь сальника коленвала перед-зад. Но здесь это еще было вызвано тем, что уже человек ремонтировал этот двигатель в стороннем сервисе. И течь была у него основная проблема по заднему, думали, что по заднему сальнику. На самом деле, когда уже докопались, сняли двигатель. Тут, потому что сейчас чуть позже расскажу, почему все это было снято на стол. Болты, которые крепят у нас пластину маховика, они идут, вкручиваются в коленвал, они сквозные. Должны устанавливаться через герметик. Здесь мало того, что при предыдущем ремонте они были установлены без герметика, так были еще сорваны резьбы трех болтов. И течь была именно не по сальнику, а по болтам. Сейчас мы уже восстановили резьбу на коленвале, потому что, ну, пошли клиенту навстречу, потому что альтернативный способ это замена коленвала, а это очень дорогостоящая операция. Клиент решил рискнуть, оставить коленвал. Как бы тут мы сразу предупредили, что в дальнейшем проблемы могут еще возникнуть. Комплект новых болтов, сальник превентивно поменяли, в любом случае, потому что там при его установке было видно, что по нему немножко так молотком устанавливали без оправки. Оправки решили не рисковать, раз сняли болты новые, резьбу восстановили, закрутили через герметик. Ну, я думаю, что это еще поездит, будет ходить. Ну и еще вторая проблема, которая у всех полноприводных корейцев есть, это проблема по корпусу дифференциала. Здесь вот коробка у нас лежит. Вот здесь, если посмотреть, уже износ шлицевой части присутствует внутри, плюс угловой редуктор. Ну, мы с тобой сейчас его не посмотрим, мы его уже сдали в ремонт, да. Сегодня ожидаем, его должны уже вернуть. При выборе этих автомобилей на вторичном рынке, не покупайте их без предварительной диагностики в сервисе. Обязательно смотреть на состояние двигателя, потому что сверху, когда посмотрев, вы не оцените его состояние, не зная особенно специфики данного движка, не углубившись в его болячки. Можно сразу не увидеть. Тем более, проверить полный привод обязательно. Ну, покрытие не получится. На сухом, обязательно. Во-первых, даже если вы сможете каким-то образом, допустим, зимой проверить рабочий, он может быть работает, но по люфту на кардане можно определить степень износа данного шлицового соединения. Если люфт уже максимально повышенный, то есть понимание, что этот полный привод у вас может закончиться в любой момент. На дороге это крайне тяжело определить. И надо еще добавить, что это долгостоящая процедура восстановления полного привода. Восстановление полного привода, слушай, да, сейчас, допустим, многие там тоже задают вопрос, а вот сколько это стоит? Ну, чтобы было понимание о среднем, да, потому что там на определенные модели чуть дороже, чуть дешевле, в зависимости, опять-таки, от деталей. Там, о наличии на рынке, там, или вот сиюсекундной ситуации, что вот сегодня есть дефицит, срочность, дефицит в данный момент времени определенной детали, если она заказная, в районе 100 тысяч рублей, ребят. Это, как бы, достаточно приличные деньги, поэтому к этому вопросу лучше отнестись серьезно, если вы уже давно являетесь владельцем данного автомобиля, а не только его приобретаете. Регулярно обслуживаете, если свое соединение, ну, другого, к сожалению, варианта продлить ему максимальный срок службы не придумано. Завод-изготовитель не устраняет эту болячку, она остается не только на уже возрастных корейцах, но и на свежих автомобилях она также присутствует. Поэтому вот только вариант обслуживания, он, в любом случае, намного дешевле, чем отдавать потом 100, там, или даже больше, ну, от 80, там, до 110 ценник может варьироваться. Это по карману людям сильно бьет, а покупать автомобиль, который изначально рассчитан под работу полного привода, и берут-то их по большому счету. Понимаешь, что это, может быть, и не полноценный внедорожник рамный, да, но все же. Но утилитарная машина на все случаи жизни. Да, то есть там по бездорожью особо-то на ней, конечно, не поездишь, но выбраться из сугроба, из где-то там по грунтовой дороге, поскольку, сказать, полный привод многим нужен, ради этого их машину и берут, а без отсутствия полного привода она становится совершенно бестолковой в данном случае. Просто высокий, достаточно высокий переднеприводный автомобиль, который свое основное свойство теряет. Вот еще один типичный представитель корейцев, современный представитель, которых в данный момент сейчас к нам приезжает, очень много этих машин, «Карнивал» 2019 год, насколько я помню. Приехал на стандартные ТОЗы, именно мосток в двигателе, в коробке и всех фильтров. Также человек, который тоже недавно его приобрел, просил рассказать там по основным болячкам этого автомобиля, при необходимости их сразу же устранить. Ну, автомобиль технически в хорошем состоянии, нареканий по ходовой тормозной в процессе осмотра мы не обнаружили. В данном случае из основных болячек, в принципе, всех корейцев с независимой подвеской задней, имеется со временем закисание болтов, сход развальных на задней подвеске. Вот если хорошо видно, вот сейчас еще его только начали доставать, хорошо видно, видишь, он полностью сухой, уже начинает вот здесь вот, хорошо видно окислы, которые образуются. Со временем этот болт внутри втулки соленблока закисает, и при необходимости сделать сход развал, ничего у вас хорошего не получится. Здесь уже с этой стороны болт обслуженный, вытащили, зачистили, обработали смазкой, и как минимум на 2-3 года можно совершенно спокойно, не забивайте голову, что эти болты закиснут. Клиент принял решение, мы вот сейчас эту процедуру делаем, последующий сход развал, и в принципе дальше просто плановое то. Перейди по передней подвеске никаких проблем нет. Нет, слушай, у автомобиля пробег еще достаточно небольшой, поэтому ходовая здесь достаточно крепкая, но иногда стойки стабилизатора, что требует за самую частую проблему, сходовой у них только стойки стабилизатора. Я бы, конечно, посоветовал всем владельцам дизельных автомобилей менять топливный фильтр не раз в 20-30 тысяч, как, знаете, делаем, а кайф для этого, потому что столярка очень плохая на заправках. Мы сталкиваемся с тем, что приезжает очень много автомобилей, в неделю по 5-7 на рассаждах автомобилей. Ну, слушай, как минимум. А это замена всей топливной, это сумма такая немаленькая. Даже поменять фильтр топливный раз в ТО, как бы это не такие большие деньги. Если так подытожить вопрос по регламенту замены топливного фильтра, да, там Евро-4, они сейчас чаще обращаются, ну, ввиду уже, в принципе, возраста автомобиля и, в принципе, износа всей топливной системы, да, естественно. Да, для Евро-5, Евро-6 современных авто, они, в принципе, более капризны и к качеству солярки, и к состоянию топливного фильтра. Поэтому соблюдать регламент замены для Евро-5, Евро-6, как бы мы рекомендуем это делать почаще на каждом ТО. И основной еще момент, который тоже не забываем, это использовать качественные топливные фильтра. Потому что вы можете менять его хоть каждые 5 тысяч по пробегу, но если фильтр самый дешевый, не оригинальный, проблемы могут возникнуть даже именно из-за самого фильтра. Ну, вот смотри, здесь еще, да, автомобиль Киа Махав. Обратился он к нам, здесь, там тоже делали ТОшку, замена масла в коробке. В принципе, даже несмотря на большой пробег и уже солидный возраст, больших проблем по автомобилю не было. Единственное, что вот в процессе ТОшки, наверное, уже такая тоже болячка, которая только вот начала опять всплывать ввиду возраста и пробега, это течь, вот здесь, течь масла в развале между головками, вызванная течью самого корпуса масляного фильтра. Это вот, грубо говоря, до 200 тысяч редко к нам, кстати, обращаются, пробегая с такими неисправностями, но вот уже все-таки возраст. Учитывая, что со временем резинки здесь высыхают, сам пластик тоже рассыхается, в развале образуется течь. Дальше, многие, кстати, путают ее, приезжают, думают, что это сальник коленвала, потому что из развала масло стекает по задней стенке двигателя и дальше по коробке, поэтому, если вы увидели капли масла в районе стыка масла двигателя и коробки, не спешите менять задний сальник коленвала, загляните в развал, возможно, течь идет отсюда. Да, это легко сделать, в принципе, можно посветить, вот, посветить вот это место, да, и без грудка метану. Ну, здесь уже, да, немножко подразобрано, но, в принципе, большой у труда осмотр не займет, потому что клиенты, допустим, приезжают, делают свои выводы, говорят, приезжайте, замените мне сальник коленвала. Вот прям хочу. Да-да-да, были такие уже случаи. Да, и не раз, а снимаешь коробку, смотришь, а там все сухо, сальник в идеале. Залезаем сюда в развал, здесь масло, показываем клиенту, и сразу становится все ясно. Поэтому не делайте скоропоснежных выводов, доверьте профессионалам, не надо заниматься самодиагностикой, а доверьте это специализированному сервису. Да, ну, еще момент по этому двигателю, давай обозначим именно по евроклассу, да, что современные Евро-6, они не такие надежные, как этот? Ну, у Евро-6, да, у них сейчас, если, допустим, те же самые Евро-5 приезжали, у них какие-то, ну, условно, болячки начали всплывать спустя там где-то 150-200 тысяч пробега, да, и то... Мелкие, да, какие-то... Мелкие, которые, понятно, там где-то профилактические работы надо сделать, где-то какие-то уплотнители поменять. В принципе, понятно, все, есть свой срок службы. Ну, относительно одних самых надежных дизелей, которые на линейку корейских автомобилей ставятся, двигателя без ремонта, без капиталки при должном обслуживании ходят далеко за 300, не знают владельцев с ними никаких проблем. А современные, Евро-6, ну, здесь уже есть недочеты, ну, в основном связаны с экологией, конечно. Потому что там уже работа... Евро-нормами их задушили. И люди все чаще-чаще обращаются как раз именно с проблемой работы экологии либо удаление ее превентивно, пока еще не начались проблемы. Это да, это факт. Собственно, вот мы с тобой и пробежались, да, по основным таким проблемам по дизельным моторам, по дизельным автомобилям, которые к нам чаще всего приезжают. Если у наших подписчиков есть какие-то еще вопросы, да, там остались, пишите все в комментариях, все читаем, все смотрим, ответим вам. И будет интересно, будем делать такие обзоры, возможно, сделаем еще по бензиновым столбам, пробежимся, расскажем, какие основные есть болячки по бензиновым. Если же, опять-таки, интересно, ставьте лайки, наберем... Чем больше лайков, тем быстрее сделаем обзор, ребят. Все, а на этом все, ребят, счастливо, подписывайтесь и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok